При проверке информация подтвердилась. В результате полицейскими были задержаны пять девушек, оказывающих услуги интимного характера. Оказалось, что все они приезжие. На заработки в Сочи девушки прибыли из Кабардино-Балкарии, Киргизии, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией». В гараже, переделанном под жилое помещение и двухуровневом подвале, имелись несколько комнат. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли журнал учета посетителей, деньги, а также листок с записанным распорядком дня и правилами поведения, за нарушение которых девушкам грозил штраф. В частности, им запрещалось употреблять алкоголь и мусорить. В эту же ночь сотрудниками полиции была задержана и организатор притона для занятия проституцией – 41-летняя жительница Сочи. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». А в Центральном районе ликвидирован незаконный игровой клуб. Он работал на улице Туапсинской. Заведение не маскировалось под вывесками интернет-клуба или букмекерской конторы, однако привлекло внимание сотрудников полиции тем, что, несмотря на закрытые жалюзи, в помещение периодически заходили люди. Сотрудники полиции обнаружили там 9 системных блоков, 11 мониторов и 10 панелей с кнопками, стилизованные под игровой автомат. В зале в момент проверки находилась и владелица подпольного заведения – 39-летняя жительница Сочи. По фактам незаконной деятельности составлены административные протоколы. После проверок все оборудование было изъято, а компьютеры направлены на экспертизу, по окончании которой материалы будут переданы в суд. В целом, с начала этого года было выявлено 90 фактов незаконной игорной деятельности. Составлено 136 административных протоколов, изъято 850 единиц техники.